Знаете ли вы, дорогие братья и сестры, что Всевышний Аллах отправляет вам испытания, чтобы вы обратились за помощью к Нему? Иногда вы делаете дуа и просите Аллаха об успешной сдаче экзаменов, либо о праведной супруге, или о чем-либо еще. Вы просите Аллаха месяцами и годами, но не получаете то, чего хотите, и вы начинаете думать, почему Аллах не отвечает на мои дуа? Он про меня забыл? Вы не знаете, что Аллах хранит для вас? Чем больше вы просите Аллаха, проявляя свою рабскую сущность перед Ним, тем больше у вас будет смягчаться сердце. Вы будете все более и более понимать, насколько вы нуждаетесь в Нем. Ведь даже наш вздох и выдох – это Его милость к нам. Когда вы просите и не получаете то, что желаете, но затем просите еще большим усердием, это уже награда, потому как вследствие этого смягчается сердце. Аллах отправляет нам испытания, чтобы мы поняли, насколько мы слабые, и чтобы мы вспоминали, что никто не сможет нам помочь, кроме Него. С помощью этого повышается наша степень. Я уверен, дорогие братья, если бы у любого из вас попросили рассказать о моменте, в котором вы чувствовали себя наиболее близким с Аллахом, вы бы не ответили – это был момент, когда я женился, или когда у меня появился ребенок, когда я получил работу. Нет. Вы бы ответили, что это был момент, когда вы переживали испытания, находились в тупике и не знали выхода из трудности. Когда моя мама скончалась, когда мой ребенок родился больным. Когда я развелся с супругом. Вы расскажете про свои самые трудные периоды жизни. Вы только тогда чувствовали себя максимально близким к Аллаху. Вы только тогда полностью уповали на Него. Почему же? Потому что вы знали, что в данной ситуации уже никто не сможет помочь. И только Всевышний способен вывести вас из этой трудности. Нет никакой надежды, кроме Него, единственного. Вы плакали и просили Аллаха. И сейчас, вспоминая эти времена, вы думаете, как сложно и тяжело было. Но посмотрите на уровень своего упования на Аллаха. На самом деле это было лучшее время. Когда Аллах испытывает некоторых своих рабов сильным испытанием, это говорит о том, что Он заставляет этого человека обратиться к Нему, Всевышнему. Аллах принуждает этого человека обратиться за помощью к Милостивому. И сердце раба привязывается к своему Создателю. И влияние этого испытания на иман намного больше, чем само решение этого испытания. А иногда путь приближения к Аллаху – это совершение греха. Аллах открывает дверь к греху даже к некоторым своим праведным рабам. Почему? Потому что Аллах прощающий и любит прощать. Что должен сделать раб перед тем, как Аллах простит его? Раб должен покаяться, сожалеть, не находить себе места и просить Аллаха прощения. Каким бы он праведным ни был, он не должен забывать, что он может совершить грех. Он может молиться, поститься, преподавать, получать уроки и так далее. Но в какой-то момент в его сердце может возникнуть высокомерие. И он этого даже не заметит или будет отрицать. Я высокомерный? Астаферуллах. Нет, высокомерие харам, я не высокомерный. Его друзья не могут больше находиться с ним, потому что, видите ли, он чувствует себя на уровень выше, чем они. Что же происходит дальше? Если Аллах милостивится над ним, то откроет этому рабу дверь к греху, и он совершит грех, а затем, склонив голову, покается. Он молился и совершал поклонение, но в сердце не было чувства «хвала Аллаху, который позволяет мне поклоняться и совершать благие дела». Когда раб почувствует, насколько он ничтожен и как велик Всевышний, то Аллах простит его. Некоторые богословы говорили, человек может совершить грех, и этот грех введет его в рай. Также человек может совершить благодеяние, но оно введет его в ад. Как же такое возможно? Человек совершает благой поступок и становится самодовольным, помнит постоянно о своем деянии, начинает восхищаться сам собой, и это благое деяние вводит его в ад. Другой человек совершает какой-то грех, как и все из нас, но он помнит постоянно о нем, тревожится, простит ли его Аллах. Когда он сидит, лежит, ходит, он постоянно помнит, и грудь его сжимается от сожаления. А страх перед гневом и наказанием Аллаха толкает его к совершению благих деяний, и этот грех вводит его в рай.